Доброго времени суток, друзья! Я гитарист группы Stonehand Александр Горбунов И сегодня мы начинаем серию видеоблогов, которая будет посвящена игре Ричи Блэкмора На мой аккаунт ВКонтакте приходит очень много ваших пожеланий, критики И сейчас я хотел бы ответить на избранные вопросы, которые вы мне задаете Один из пользователей задал мне вопрос, почему моя гитара звучит так жестко Не совсем похожа на манеру игры Блэкмора Начнем с того, что я не Ричи Блэкмор Я совсем другой гитарист И Блэкмор это, так скажем, мое хобби И я делюсь своими познаниями в этой области И как бы не стараюсь быть похожим на него в плане игры Здесь, на этом инструменте, который будет присутствовать в данном видео Я использую датчики, которые Блэкмор никогда не использовал На самом деле звучание Ричи Блэкмора достаточно тяжелое Это на первый взгляд кажется, что у него стоят синглы И он использует легкий перегруз И как бы звучание все делается за счет его пальцев Конечно же, естественно, мастерство Блэкмора лежит именно в его пальцах Не в усилителях, не в примочках Так как это очень даже второстепенная вещь Но я могу сказать, что ручку громкости и ручку гейна на усилителе Блэкмор выкручивать на полную Может быть, за исключением последних лет игры в группе Рейнбоу Это не с пятый год, когда он начал использовать усилитель Энгл Наверное, там уже что-то можно было бы сделать потише Так как эти усилители достаточно позволяют играть тихо Если мы возьмем раннее творчество Блэкмора и его ранние годы в Deep Purple То мы можем там увидеть совсем другую картину Все ручки громкости И тогда не было гейна, ручка Presence Все было выкручено на все Поэтому это спорный вопрос Почему Блэкмор не играет с таким перегрузом Если вы послушаете его ранние записи, вы это услышите Возьмите, к примеру, Speed King Когда играет интро на оригинальном альбоме In Rock Там очень серьезный перегруз Что касается конкретно этого видеоблога То он будет выходить на этом канале Вы можете подписываться и комментировать, обсуждать, задавать вопросы И будем как бы вместе переваривать всю эту информацию Которая накопилась по речи Блэкмора Потому что многие из вас мне пишут, что такой информации, к сожалению, нет А те гитаристы, которые показывают манеры игры Блэкмора Или разбирают какие-то его соло Они не совсем, так скажем, корректные и аутентичные в этом вопросе Что же, если вам это понравилось, точнее мое видео То я думаю, мы будем продолжать серию видеоблогов И опять же, это все зависит от вас Пишите, ставьте лайки, комментируйте Ставьте дизлайки, если вам что-то не понравилось Критика это тоже хорошая, здоровая вещь Но опять же, комментируйте И будем держать, так сказать, связь В этом видеоблоге я играю песню Spotlight Kit Это опять же, видеоблог, который, так скажем, был записан по заказу человека Который захотел узнать больше в вопросе игры этой песни Поэтому я ее более-менее детально разобрал И все, что нужно, какие оттенки, изобразил в этом видео Я не играл эту песню никогда по студийному варианту Потому что студийная игра Blackmore, на мой взгляд В этой песне, она кажется мне суховатой Поэтому я использовал вариант Life Beat in the Ice 82-го года Так же, как и весь тур 81-го года И 82-го года Когда Blackmore именно так играл ее, как это следовало ожидать С импровизацией, со всеми ответвлениями С 83-го года эта вещь игралась немного по-другому С более быстрым ритмом В 95-м году Blackmore играет примерно так же, как и в 83-м Да, может быть, не примерно, а одинаково Потому что за барабанами в тот момент был Чак Берги Он играл с ним в 83-м году Поэтому ритм-секция значительно отличается от ритм-секции оригинального состава Записанной этой песней, это Бобби Рандинелли В любом случае, живая игра Личи Блэкмора, она гораздо разнообразней Гораздо ярче И стоит снимать, я так думаю, на мой субъективный взгляд Стоит снимать его партии Исключительно по концертным версиям Потому что именно в концертных версиях Blackmore звучит действительно живо и интересно Исключительно по концертным версиям Редактор субтитров А.Семкин ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА